Енот по имени Форест настоящая звезда и, можно сказать, лицо, а точнее морда этого чудесного зоодома. Его обаяние знакомы на весь город и далеко за пределами. Но живут здесь и другие, ничуть не менее очаровательные ребята. Когда он к нам уже попал, а попал он в конце лета, то он такой, ну, достаточно зашуганный зверек и не понимает, как взаимодействовать там с людьми, что делать. И чего ожидать. Да, и чего ожидать, можно ли доверять или нет. Но мы потихонечку стали к нему заходить, тоже в вольерчике сидеть, так с руки пробовать его кормить, дрессировать. И он потихонечку начал доверять. Он, в принципе, даже, ну, он как-то избранный очень, но вид какого-то там спокойного человека, который вот располагает вот к нему. И он даже дается почесаться, там мордочку подставляя. Рядышком вольер енотовидной собаки, правда, совершенно облысевшей, но оттого она вызывает еще больше умиления. Ему по документам около шести лет, но на самом деле, сколько ему лет, никто не знает, потому что он свою жизнь начал на притравочной станции. Там его откухили хвост, потом ему выкупил как раз пермский зоопарк, из которого он попал к нам. Там он прожил в Перми пять своих счастливых лет, но полтора года назад начал лысеть. И непонятно из-за чего. По анализам все хорошо. Сейчас мы их будем пересдавать, правда, здесь уже в Рязани. Но, возможно, это из-за старости. Насуха, родом из Мексики, ближайший родственник енота. И ведет себя так же, скажем прямо, забирает себе все, что плохо лежит. В нашем случае ветрозащита микрофона чуть было не оказалась без возврат на потерянной милых лапках этого зверька. Насуха приехала в Рязани с Перми. Там зоопарк не выдержал испытания пандемии, и экзотические зверьки оказались в опасности остаться без приюта. Но рязанская маленькая ферма открыта для всех, оказавшихся в беде. Вместе с Насухой приехали сестренки-сурикаты и дикобраз. Бежим, бежим, бежим. Турба, давай бегать, давай бегать, прыгать. Животные, как и люди, испытывают стресс при переезде. Скажем, Насуха очень тосковала по своим бывшим хозяевам, отказывалась даже от еды. А песец, чья судьба с большой вероятностью могла закончиться тем, что он стал бы очередной шубой, до сих пор не доверяет людям и очень аккуратен при их приближении. Но с каждым зверьком, от кролика и гуся до енота, собак и дикобраза, работает зоопсихолог. Когда мы говорим о животных, которые живут в неволе, о зоопарках, очень важно, конечно, заботиться об их благополучии. Это наша, так сказать, наша обязанность, наш долг перед ними. А благополучие – это не только, чтобы они хорошо питались, хорошо там было у них укрытие у каждого, было свое какое-то пространство, территория, с учетом того, как им нравится жить. Это еще и психологический комфорт, правильное общение с ними. И обязательно учет индивидуальности. Посетить зоопарк может каждый, но правила здесь такие. Зоо-центр «Моя маленькая ферма» – это настоящий дом животных, где его обитатели – главные, а люди – всего лишь гости. Это дом счастливых, ухоженных животных, больше половины из которых спасенные и подобранные. Кстати, принять участие в судьбе пушистых ребят может каждый в качестве наставника или в качестве нового хозяина для кого-то из подкидышей. Скажем, вот этому малышу прямо сейчас подыскивают новый дом. Он ищет очень ответственные руки. Собака будет хороша для дома, для тех, у кого есть маленькие дети, кто любит побегать, попрыгать и поиграться, ну и кто много времени все-таки проводит дома. Мы его обучили уже командам некоторым. Мы работаем с его психикой, чтобы он не был таким слишком озорным. Так что, если кто-то хочет, звоните, пишите нам, познакомим вас с этим маленьким чудом. А еще любой может стать наставником понравившегося жителя зоо-центра, покупать корм, участвовать в обустройстве вольера или даже брать домой на передержку. Фотографии наставников можно увидеть на дверках комнат подшифтных животных. И это, поверьте, большое подспорье жителям маленькой фермы. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».